Всем привет, с вами Айден, сегодня я вам расскажу о моей истории заказа рекламы у популярного блогера Дмитрия Ларина. Стоит ли её заказывать, как это было в моём случае, всё по срокам, по цене. В общем, если вы готовы смотреть, то давайте посмотрим, всю правду, так сказать, вскроем. Случилось сие события три месяца назад, в июле 15-го года, я решил потратить часть своих денег на рекламу, раскидав её по разным популярным блогерам, по разным пабликам, по всему остальному. И один из первых блогеров стал Дмитрий Ларин. Многими рекомендовали взять у него рекламу, обуславливая это тем, что, во-первых, у него аудитория хорошая, то, что она не такая, как там у Ивангая и у всех остальных, то есть они не требуют кривляния, коих у меня на канале нет. Ну и к тому же мой контент, опять же, ни в коем случае не связан никак с тем, что так рьяно негативно пропагандирует сам Дмитрий. Ну и вообще, если так посмотреть, зайдя во вкладку видео, у него каждый видеоролик набирает, ну, больше 200 просмотров уж точно. Больше сотки-то 100%, ну и больше 200 в большинстве случаев. Поэтому я сразу не задумываюсь, зашёл на сайт Ларина, быстро нашёл там пост рекламе, и перешёл на страницу администратора, который, собственно, и написал, что хочу заказать рекламу у Ларина. Указал тип в конце видео, плюс ссылка в описании. Стоило это на момент июля, конца июля, 3500 рублей, 3500 рублей. И на тот момент времени рекламы такой обильной, как сейчас, у него не присутствовало. То есть у него можно было заказать только рекламу в конце ролика. Больше ничего. Ни в начале, ни в середине, ни в пабликах, только в конце ролика. Сразу через 20 минут администратор мне ответила, сказала, что очередь в 3 видео. То есть оплачивайте, мы всё сделаем. Я оплатил, сразу же скинул скриншот, и всё, проблем у нас не было. Команде Ларина хочется высказать первый респект за честность, потому что 24-го числа я написал, и уже 28-го числа, то есть через 4 дня, вышел рекламный ролик мой. Ну, теперь давайте перейдём, собственно, к этому рекламному ролику. Моя реклама выпала в выпуске «Что с тобой не так, мразь?». Я сначала обрадовался, потому что эта рубрика давно не выходила на канале, и я сразу понял, что сейчас будет наплыв просмотров, наплыв комментариев, вообще активности, потому что многие любили эту рубрику и ждали. Я начал смотреть это видео не с целью оттянуть момент до своей рекламы, а с целью узнать, смогу ли я до конца вообще досмотреть подобный ролик. А значит, смогут ли другие зрители посмотреть до конца этот ролик и увидеть всё-таки мою рекламу. Смотрю я, значит, смотрю, и уже понял, что где-то на 9-й минуте, где-то вот на этом моменте времени, моё внимание, оно начало отвлекаться на какие-то вещи. Я встал с компьютера, я пошёл, налил себе чаю, я пошёл где-то поел. И всё это время с выкрученными колонками я просто слушал беседу этих людей. На самом деле большинство зрителей поступили подобным образом, так как наш мозг, ну, психологически устроен так, что мы можем формировать своё внимание на недвижущихся объектах в кадре только первые 10 минут. А здесь, как вы можете заметить, ничего не происходит, помимо обычной болтовни, ну и смены собеседников. Всё. То есть мы начинаем сразу засыпать, нам становится скучно, хочется идти что-то делать. Это сплошняющая психология, и с этим, ну, ничего не поделаешь. А значит, если кто-то и досмотрел этот выпуск до конца, то делаем это в фоновом режиме. Либо свернув в окно плеера, занимавшись какими-то другими вещами, там, перепиской, ещё что-то. Либо, ну, просто я, например, ролики Ларина смотрю всегда перед сном, включая планшеты, просто засыпаю под них, потому что они долгие и убаюкивающие. Но я всё-таки должен был дождаться своей рекламы с перемотками, я её дождался, давайте посмотрим, как она выглядит. Желаю удачи в творчестве. Пока. Спонсор Вумска канал Айден Эйджди. Качественные и креативные отчёты из масштабных мероприятий, развлекательный контент и скандальные эфиры. Ссылка в описании. Всё, пять секунд, даже меньше прочтения текста, причём скомканного прочтения того текста, который я написал, и просто скриншот с шапки моего канала. Это недейственно. Можно сказать, мне просто не повезло, потому что я-то надеялся увидеть себя в конце какого-нибудь выпуска про видеочат, который до конца многие досмотрят, или выпуска Ларин шагает, где он уходит с камеры, где происходит какой-то движ в кадре. Но, к сожалению, мне попалось вот такое вот относительно скучное и относительно фоновое видео. И, собственно, я не получил почти ничего от этого. Ну, давайте перейдём в аналитику и посмотрим, сколько людей я приобрёл при помощи Ларина, при помощи рекламы в конце за 3,5 тысячи рублей. В общем, весь июль, в начале июля была какая-то утопия сплошнейшая, то есть в день подписывалось там по 8, по 2, бывало даже и по 0 человек, а бывало даже не подписывались вообще, а отписывались сразу по 4. Но тогда я куда-то уезжал, у меня было подступление, вообще было не до канала, то есть вот всё это время он практически пустовал. И с момента наступления фестиваля Альфа в Тичи Пипл началась какая-то такая движуха на канале, то есть начали подписываться люди. Сначала здесь был хайп с ВНГМ, я 157 подписчиков набирал в день, потом всё приостановилось, то есть там по 80, по 70 подписчиков. И когда вышла реклама Ларина, конечно, скачок произошёл, то есть никакого регресса и ухода в ноль не было, всё равно я обрёл 110 подписчиков именно за этот день, ну и потом резкий скачок вниз, то есть, видимо, аудитория Ларина активная, она его ролики в основном в первые дни просматривает, а потом у него, ну, так стабильненько набирается по чуть-чуть. Суммируя, можно сказать, что с рекламы Ларина я обрёл, ну, 120 где-то подписчиков, таких прям чисто от Ларина перешедших. Это, конечно, крайне мало, не то, что я ожидал, рекламой я недоволен, с одной стороны, но с другой стороны, я не могу каких-то претензий к ней объявить, потому что я заплатил за услугу, мне эту услугу быстро, ну и относительно качественно сделали, то есть сроки все выполнены, и меня никто не обманул. Заказывая рекламу в конце ролика у Дмитрия, вы должны просто надеяться на то, что вам попадётся коротенький, интересный, инфоповодный, возможно, ролик, вот и всё. Тогда, возможно, реклама сработает, ну и, конечно же, если вы снимаете контент, схожий с его контентом, то есть обсираете каких-то там блогеров, или просто такой ютубовский нигилист, то, пожалуйста, возможно, каких-то больших результатов вы можете добиться при помощи всего этого. Сейчас же на его сайте в разделе реклама убраны цены за упоминание в роликах, то есть остался пост ролл в конце видео, как он и был тогда, и теперь недавно добавился в начале видео преролл, то есть до этого прероллов не было, если бы была возможность, я бы, конечно, заказал преролл, потому что это самая эффективная реклама, которая только может быть. Сейчас же она стала по запросу, как и интеграция в ролик, указаны цены только на репост в группу Ларина, которая стоит 5000 рублей. Ну, вы замечаете, да, как резко подскочили цены за эти три месяца, и, в принципе, можно понять, потому что сейчас на канале Дмитрия выходит много рекламы в начале, и это реклама в основном каких-то крупных фирм, либо всемайки, либо какие-то сайты, которые якобы разыгрывают фейковые айфоны и так далее и тому подобное. То есть цены повысились очень сильно. Я надеюсь, вам понравилось это видео, надеюсь, что оно было полезным в какой-то степени. Если какие-то еще у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях к этому видео, я отвечу вам прямо на Ютубе. Не надо строчить в личку ВКонтакте, потому что неудобно. И, конечно же, ставь лайк и подписывайся на канал, если в дальнейшем хочешь видеть подобные видео, в которых я рассказываю об опыте приобретения рекламы, потому что тогда я заказал рекламу еще у многих других блогеров. Расскажу вам про немагию, расскажу про посты ВКонтакте в пабликах, расскажу про отдельные ролики, а именно отдельный ролик на канале Гошу Продакшн Пранк. Все таким же образом, со статистикой, какими-то своими личными мнениями. Многим ютуберам и вообще многим зрителям будет приятно, полезно, наверное, если вы об этом сами скажете и поставите лайк. Давайте, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин